Россия пытается убеждать мир своей значимости, навязывает идеологию советского прошлого, при этом открыто угрожает ядерным оружием и мощью своей армии. Такие основные тенденции кремлевской пропаганды отмечают эксперты сегодня. Российская пропаганда навязывает нужные ей мифы не только через информационные ресурсы. Ими наполняют даже программы об искусстве и художественные фильмы. И такой дезинформации нужно противодействовать комплексно, считает представитель комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Патураев. Так мы должны даже вдаваться к защиту, потому что каждая серия каждого сериала – это как патрон в кулеметной строчке, понимаете? Мы должны это ограничить, но мы должны также принимать вопрос о признании настоящей природы российского режима, чтобы через это добиться настоящей борьбы с русским миром. Но за годы оккупации Крыма и боевых действий на Донбассе многие украинцы научились распознавать российскую пропаганду и относятся к потокам лжи и искажений критично. Я просто их не слушаю все, вообще абсолютно, я знаю, что это просто чушь. Слушать каналы тех людей, которым ты лично доверяешь и по опыту знаешь, что это люди, которые не заангажированы, это люди не купленные, это просто честные люди, которые дают свой взгляд на вещи. Не надо слушать российские средства массовой информации. И то, что сделала сейчас Украина, то, что она закрыла доступ на Mail.ru и на другие российские сайты, я считаю, это очень правильно. Эффективно борются с российской дезинформацией в медиапространстве многие отечественные медиа. И частные, и общественные, и государственные. В частности, мультимедийная платформа и навещание Украины. Задача не из простых. Ведь только в этом году Кремль на финансирование подконтрольных ему СМИ выделил более 52 миллиардов рублей. В этой связи уделять больше внимания усилению Отечественного информационного фронта призывает председатель правления Украинского кризисного медиа-центра Валерий Чалый. Это, на жаль, наши реалии, что сейчас оборона через оружие важнее, на самом деле, чем эти информационные действия. Единственное, что я бы сказал от себя, неправильная линия выделить невелые государственные деньги и потом всем конкурировать, даже действующим проектом, за эти государственные деньги. По оценкам экспертов, для противостояния российско-пропагандистской машине, как в Украине, так и в мире, нужно активнее продвигать украинскую позицию через медиа, культуру и искусство. И вырабатывать новые механизмы подачи правдивой информации. Влада Цуркан, Александр Бугай, Новости Украины.